Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы. Сегодня 6 апреля, среда. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой, как обычно, вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что сегодня интересно. Анализ покупок за прошлый месяц по странам показывает, что Казахстан золото сливает, а Турция его покупает. Это две страны, которые наиболее активны сейчас на рынке золота. Торговая рекомендация наблюдения по золоту, которая уже, в принципе, отработалась, и кто ее прочитал, могли уже зацепиться в ланги. Напоминаю, что мои обзоры находятся на сайте InstaForex, который, кстати, поменял адрес ifxtrend. Трейдерам аналитика Forex обзоры и под фильтром Андрея Шевченко можете получить доступ к моим рекомендациям. Золото давление на продавцов мы с вами обсудим на графике. Поехали. Итак, золотишко. Значит, что я писал? Давайте возьмем и откроем. Кстати, что тут тянуть кота за Forex? Так, ну у нас тут, конечно, все грузится долго. Ну вот то, что я рисовал, что есть площадочка. Вчера прошла мощная широтовая инициатива. Это, конечно, не variable для лангов, но я говорил о том, что мы работаем от вот этой инициативы, от CAD, и хотим взять трешечку. Наверх. Вчера прошла американская инициатива, оставили, кстати, площадочку, и сегодня, сегодня без захвата площадки пошли обновлять эти лая, и отсюда уже пошли на эту площадку. Я говорил, что, ребята, цепляйтесь сложного пробоя. Давайте откроем график. Не возрадуемся. Именно так, друзья мои, и произошло. То есть, оставили сначала площадку, забрали вот эту нижнюю, вот он, пробойчик, и сразу такая ланговая пушка. Напоминаю, что сверху полно-полно балбосиков, да, куда нам можно прийти. Ну и напоминаю, старые древнегреческие ланговые сценарии по росту золотых котировок в период геополитической напряженности, который может вынести золотые цены далеко за 2000 долларов за тройскую унцию. Вот такой вот планчик существует. Заскочить в него в том числе и можно было сегодня вот с этого пробойчика на обновление вот этой площадки, перевести ее без убыток и включить песню Don't Worry Be Happy. Так, что любопытно, значит, серебришка. Серебришка тоже довольно глубоко подпросадилась, но я надеюсь, что та же инициатива, что и по золоту, вот эта, да, она все-таки вытянет золото, серебро наверх. Ну вот, и мы увидим, опять же, тот же недельный сценарий, но вот в такой вот большой трехволновке. Напоминаю, да, что импульс был у нас в 20-х годах на откатик, и сейчас у нас новый импульс, который нарушает вот эту тенденцию, и мы пытаемся взять трешечку вот сюда. Ну, примерно так. Платина Палладий тоже начинает потихонечку подразворачиваться в ланги. Ну, как минимум, Палладий, да, Платина не очень себя хорошо чувствует. Палладий, ну, Палладий нет хороших целей, но я думаю, что этот инструмент может еще отрасти только в путь. Так, сегодня что произошло? Сегодня, сегодня, да, ну, для любителей канала сегодня такая печалька, но на самом деле это может быть еще и ложный пробой. Почему? Потому что сегодня мы обновили площадку за март, да, и пробили вчерашний день, сейчас потихонечку подрастаем. Может быть, это какие-то фиксы пойдут. Вот у меня до сих пор нет торговой идеи по евро, да, то есть нет сигналов в рамках системы price action, охота за стопами, нет зон накопления. Единственное, когда мы торговали в марте месяце, я напоминаю, только вот этот пин-бар и забрали вот это движение. Все, пока сигналов нет, поэтому курим бамбук. Фунтик, фунтик тоже, тоже подкидывал вниз дровишек и потихонечку откупается, но не вижу пока никаких серьезных намерений куда-то вылезти. Напоминаю, что сегодня фомки, ну, протоколы фомки в 21.00 по Москве, поэтому могут ждать, конечно, протокольчиков, но, как правило, на протокольчиках ничего такого не происходит. Доллар и иена. Доллар и иена у нас продолжают бычить. Вот сегодня азиатики, азиатики немножко, немножко пытались продавать. Вот сейчас пока ни туда, ни сюда. Довольно высоко, конечно, залетели. Я планировал, что разворотные модели появятся в районе полтинничка по ФИБО, но полтинничек прям с огоньком пробили и улетели наверх. Ну, посмотрим, может, это будет какой-то канальчик, но цели внизу есть. Так, что касается наших кроссовых активов, все, что с иеной опять подрастянулось. Единственное, что франк иена, ну, вот, начинает уже подзагибаться. Я думаю, что он быстрее дойдет до нулевой отметки по нашим сеточкам. Поэтому здесь пока ничего. Если кто-то не цеплял еще сетки по иене, у вас есть прекрасная возможность сделать это по текущим ценам и выше, если будет перехай. Очень хороший потенциал будет на падение в рамках сеточного метода торговли на перетяжечки. Канадец Франк, кстати, самый близкий сейчас к набору сетки шортов. Почему? Потому что начинает давить на 75 уровень и здесь осталось совсем чуть-чуть. Очень перспективный инструмент. Через 60 пунктов будет пробой уже мартовских вот этих вот экстрему. Это 21-го года, да, март, июнь, ну, в общем, всего 21-го года. Смотрите, как он качественно пилил с 17-го по 19-й год. Потом на пандемии его прослабило, да, после пандемии он восстановился и опять стоит в своем любимом диапазоне и ждет, когда вы начнете на нем зарабатывать. Новозеландец-канадец пока не в дамочках, да, не дает нам каких-то новых возможностей. Ждем обновления текущих экстремумов. Напоминаю, сколько он тут прошел, ну, 4500, ну, только от 5000 можно что-то предпринимать по нему. А вот новозеландец Франк разгоняется и встречать мы его будем выше 66-го уровня сетки лимитных продаж. Напоминаю, план такой, он пробивает, мы набираем шарты и закрываем на зеркале всю пачку в плюс. Доллар-франк. Доллар-франк пока, ну, продолжает флетить в своем стиле. Он очень большой любитель это поделать. Ну, здесь у нас пока ничего нового нет. Уйдет наверх, будем набирать сверху. Уйдет на низ, будем набирать снизу. Внутри диапазона он нам не интересен. Ауди-кат. Ауди-кат, кстати, кто продавал вчера, вчера на перехайчике, те должны отработать. Были небольшой профит, нам порядка 50 пунктов, но он был. Можете фиксануть, вот, и купить себе очередную яхту. Так, австралиец-новозеландец тоже, тоже подздувается, подздувается, но немножко не дошел он до 21-го года своего. Можно кинуть пробничек по текущим ценам, либо уже набирать дальше на пробой. По большому счету здесь там 50 пунктов, шаг, нормальный шаг для этого инструмента, можно даже меньше ставить. Тоже очень близок, если закинут его наверх, ждите пробоя марта и набирайте шарты, план у нас не меняется. Так, еврокат, еврокат. Кто поднабирал лонги на падении вчера, у тех уже должен быть какой-то плюсик, да, если будет подваливать, тоже можно набирать. План все тот же, пробиваем минимум, выходим на зеркале. Евро-франк, евро-франк чувствует себя лучше. Продолжаем. Евро-ауди, евро-ауди, конечно, вообще в пике, в пике, о чем мы там пробиваем, вообще просто обвал какой-то идет. Ну, инструмент мрачный, мы брали вот это зеркало, здесь подзаработали. Сейчас пробиваем вот этот минимум, ну, даже не знаю, что здесь предложить. В принципе, если вы на коротке, вот эти зеркала вполне могут быть оттестированы, вот эти вот, поэтому смотрите. Ну, в принципе, сейчас все, что под евро подваливает и пробивает, есть потенциал на корректосики. Фунт иена пока не падает, ждем откат на зеркало, надеюсь, что он скоро произойдет. Нефтяночка начинает, начинает бычить, и это похоже на выход из треугольника через верх. Пока сложно сказать, вот, по одному дню, по одному дню непонятно. Вот этот уровень я покасал соточка, почему-то, потому что он психологически важный для трейдеров. Его тут тестировали во все стороны и пробивали туда-сюда, но это вот для аналитиков важно. Пока нет сигналов, пропускаем эту всю историю. Доллар-рубль показывает чудеса героизма. 83, ни туда, ни сюда стоит, как вкопанный. Но если вот здесь проделки Центробанка были видны, да, то вот здесь видно, что это уже что-то такое более естественное, скажем так. Потому что, ну, не те свечи, которые были раньше, вот, и это любопытно. 83, конечно, такой себе курс для тех, кто, скажем так, зарабатывает в доллары и переводит их потом в рубли. Не очень хорошая новость, но с другой стороны, похвально, похвально, что так пока у нас держится курс. Кстати, все говорят о том, что вот это из-за того, что там за рубли, нефть, газ, там, и так далее. На самом деле все не так, как говорил Экзюпери, да. Все не так, как есть на самом деле. Европейские компании, они не будут покупать газ за рубли. Они будут нести в Газпромбанк свою валюту, где Газпромбанк будет менять ее на рубли. И далее, далее, кто-то из них будет оплачивать, собственно, вот эти свои поставки газа, да. Либо сам Газпромбанк, либо вот те, кто будет открывать счета. То есть, будет у компании два счета, один валютный, один рублевый. И иностранцы будут нести валюту. Вот Газпромбанк ее будет менять на рубли на московской бирже. Может, они на бирже, никто не знает, как это будет. Но по факту потом, да, Газ, вроде как, будет куплен из-за рубли. Но иностранцы будут приносить свою валюту. И они сами не будут менять ее на рубли. И они не будут нести рубли сюда, да. Они будут нести сюда валюту. Вот это все делается для того, чтобы валюта не блокировалась в западных банках. Потому что сейчас все оплаты идут через западные банки, где это все может прекрасно слегка подзаморозиться, да. Так, что у нас? Фунткад. Кстати, интересная ситуация по фунткаду. Есть такое вот великое зеркало по 1,65, да, вот здесь вот. Я думаю, что рано или поздно это все оттестится. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Заряжались вы в этот инструмент, либо нет, вот в это зеркало. Так, что наша Россия? Россиюшка. Как у нас открылась Москва? Ну, я индикатор московской биржи для меня Сбербанк. Сбербанк открылся гэпом вниз, сейчас откупается. Почему гэпом? Потому что, ну, опять витают слухи о санкциях, уже в том числе и на Сбер и на Альфу. Ну, сейчас потихонечку откупают. Вот я, конечно, скептически отношусь уже к этим всем удержаниям. Хотя, по большому счету, мои позиции, то есть я покупал на обвале где-то вот здесь, здесь, покупал вот здесь. Мои позиции в ноль даже, ну, в принципе, даже в плюсе. Вот. Но инвестиции в, ну, скажем так, в российский фондовый рынок, я сейчас, я понимаю, конечно, потенциал большой. Но и риски такие же, если не больше. Вот. Но на самом деле, на сегодняшний день есть инвестиционные инструменты гораздо более интересные, быстрые и не такие непредсказуемые. Так. А американская фонда начинает сдуваться, друзья мои. Вчера, вчера мы подваливали. Ну, и сегодня фомочки. Возможно, фомочки их, их выручат. Вчера у нас поглощение. Вот. И все это, все это похоже на такие корректосики. Но напоминаю, для тех, кто хочет зацепиться в ланге, существует андит амбициозный планчик. Если мы натянем расширение Антонио Фибоначчи, царство ему небесное, на импульс, который у нас такой вот супер бычий ралли, да, то на откатах, да, ну, хотя бы на вот 61-е, а то и на полтосике, можно бы придумать какие-то, поискать, вот, и не найти где-то вот здесь разворотные конструкции, да, для того, чтобы зацепиться в ланге. И по этому великому инструменту, который растет, как бы, уже с 50-х годов прошлого века. Ну, у нас дачка, та же самая песня, инициатива, откатик, и поглубже откатик можно подбирать. Так, ну, и стокс, собственно, то же самое, да, абсолютно, зеркала, просто зеркала, найдите, 10 отличий называется, моя любимая советская игра. Так, ну, на этом фоне биточек, биточек. Прошлая неделя, кстати, пин-барчик, и на этой недельке мы видим уже какие-то, какие-то сдувательства, сдувательства от этого, от этого мощного лангового ралли. Ну, и у меня на самом деле по крипте, причем как на уровне венчурного инвестирования, так и на, собственно, популярной, скажем так, публичной крипте, очень большие надежды. Я считаю, что все будущее в крипте, и в будущем, да, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит», как говорили, да, будет сплошное телевидение, и вот я считаю, что в будущем будет сплошная крипта, ну, в том плане, что как бы она заменит собой акции в виде вот такого инвестиции в блокчейн-проекты, и вместо акции будет криптовалюта, которая будет привязана к вот этим проектам. И все, все это вырасть, будет расти как на дрожжах. Почему? Потому что крипту пока никто еще не обуздал, вот, и в связи с вот всеми этими заморозками, да, там, активов и так далее, народ будет искать другие способы инвестирования и уже находит, и все это с опорой на крипто, криптомонеты, на блокчейн и так далее. Поэтому, друзья мои, кто подзатаривается, держите, я считаю, что крипты – светлое будущее. И все вот эти монетки, все вот эти стрёмные, там, и догики, и риплы, все это вырастет, находите хорошие точки, инвестируйте, держите, будете с деньгами. Так, твиттерок я вчера фиксанул, друзья мои, твиттер фиксанул, и он начал сдуваться. Ну, не потому что он стрёмный, а потому что, ну, в принципе, общее падение фондового рынка идет. Но мы здорово заработали, здорово. Я считаю, что и место выхода правильное, и, ну, повезло, да, что Илон Маск нам подкинул дровишек. Ну, в принципе, здорово, здорово. Facebook либо Meta тоже большие планы, ну, как минимум, как минимум под зеркальство 250, ну, точно должно стоить. Ну, а с этими всеми Meta-вселенными, друзья мои, это тоже очень большой денежный рынок. Я столкнулся вот с миром, прикоснулся к миру венчурного инвестирования в блокчейн-проекты. Там столько денег, друзья мои. Фондовый рынок отдыхает, просто отдыхает. Сколько народу прет в эту сферу. Я не говорю о том, чтобы вы там куда-то переходили. Я говорю про то, что инвестиции, к примеру, в Meta, как анонсирующую работу там с Meta-вселенными, она окупится вот этими новыми технологиями. Ну, если, конечно, компания будет все правильно делать, но она не может все делать неправильно с ее оборотами и, ну, скажем так, в такой вот репутации, да, наработанной десятилетиями. Поэтому, кто брал в Facebook, держите, держите. Это правильная бумага, ее можно взять где угодно, даже здесь. И если будет откатывать, подбирать ее еще. Это правильная, правильная история. То есть, вы не просто в соцсеть какую-то вкладываетесь, а вы вкладываетесь в будущее, в Meta-будущее, которое мало еще кто понимает. Так, так, что у нас, что у нас еще? В принципе, все. А, лира, лира, что там лира? Так, это что-то не то я нажал. Так, я лирую, так смотрю, чисто поржать. Так, на 38-й фибе она у нас стоит, да, шаблончик. Ну, у лиры, в Турции инфляция сумасшедшая, сумасшедшая инфляция. И лира, лира в печали, бакс растет, видите, вот. Но, но, но пока приостановилось, да, то есть, такие горизонтальные плато происходят периодически. Эрдоган, конечно, не может выбирать себе финансистов, поэтому видим, что видим. Так, ну, давайте перейдем к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. 8 комментариев, поехали. Олег, можете сделать небольшой обзор на доллар-канализ? Да, кстати, я про него забыл, я его случайно удалил. Я не люблю доллар-канализ, друзья мои. Денег он у меня попил массу просто, вот. Вот, но, но на данный момент, на данный момент, что он здесь подобновил, да, минимум интересный. Вчера был такой пин-барчик. Сверху площадок, ну, пробойчику здесь был маленький, но здесь уже новых стопов накидано масса. Не знаю, честно говоря, что вам посоветовать здесь. Был пин сбросной раз, через время опять пин сбросной два. Что у нас на недельках? На недельках. Ну, если недельки вот так вот закроются, как сейчас, ну, можно к лангам присмотреться. Потому что это был внутренний обновлял, сейчас у нас опять мы не идем. Если бы торговал это в симуляторе, мне нравятся АБЦ-шки. Здесь нету каких-то сломов, то есть мы находимся, по большому счету, в каком-то, в каком-то диком флейте, или в таком, да, где можно, наверное, работать от границ каких-то. Но опять же, я не торговец канальный, и в это особо не верю. Сигналов каких-то на заходы я не вижу, чтобы какие-то сломы были хорошие. Нету, нету хороших сломов. Поэтому пока ничем не могу вас здесь порадовать. Так, Елена. Отработал ауди-кат. Ну да, ну там 50 пунктов, все. Ну, по четвертому знаку. Ну, отработал, да. После просмотра, так, продажи принесли 2 доллара, да. Ну, я смотрю, у нас собираются оптовики, которые пытаются заработать на моих прогнозах. Но, друзья мои, 2 доллара на дороге не валяется. Единственная проблема, не четко видны уровни на сетке на видео. Друзья мои, ну там сетка, ну, от 300 до 500 пунктов по пятому знаку. Ну, что там ошибаться. Пробой произошел, ставите сетку, там каждые 500 пунктов и все. И все. Так, поскольку с момента записи видно, что входы... Если вам что-то непонятно, Елена, я с удовольствием приглашаю и всех, и вас в том числе на форум «Форекс.Деньги» в ветку, которая называется «Торговля с Энджи. Сезон 2021». Можете прям забить в интернете, вас сюда закинет. На 187-й странице мы сейчас общаемся, я вот здесь показываю, что куда. Вы здесь можете написать вопросы, там, текст, там, прикрепить эти скрины или даже видео, что угодно. То есть здесь вы можете получить развернутый ответ на ваш развернутый вопрос. И никаких проблем с этим нет. Так, так, так. В реальности изменяют. Ольга Воробьева, спасибо за ответ. Буду думать, как с ВТБ, аэрофлотом поступить, с ВТБ сложнее. Да, с ВТБ вообще жесть произошло, видите как. Ну, что поделать? Я считаю, что наших, конечно, инвесторов... Ну, не то, что там кинули, там, и так далее. И они попали в такие ситуации, после которых, скорее всего, они не будут заниматься инвестированием на нашей бирже. А инвестировать в зарубежные ценные бумаги скоро будет уже, пожалуй, наверное, и незаконно. К этому все идет. Ну, вот российские бумаги можно купить только уже здесь. Уже за рубежом уже не купишь. Ну, как минимум, вчера законопроект об этом обсуждался. Так, 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 так. Ну, а вот по вот этим вот стрёмным бумажкам все-таки первый откат, который может, ну, опять же, из ФНБ немножко подольют, да, там, поддержать. Все, там, вышли в нолик, закрыли, забыли, перекрестились. Артем приветствует. Твиттер покупал тоже, зафиксил часть. Вчера планирую вторую часть по 56. Ну, да, да, да. Ну, прям, да, да. Неплохо, неплохо. Но мету, мету бы тоже можно подобрать. Руслан, спасибо. Нашему банку дешевый доллар невыгодно. Невыгодно дешевый доллар. Сложно понять, да, но сейчас, сейчас все поменялось. Раньше курс тут не то, что доллар дешевый. Тут вопрос о рубле. Раньше был не выгоден крепкий рубль, сейчас он выгоден. Ну, вот все. Так, крутая челка. Ага, что, мне какая-то челка не такая? Недавно стригся. А у вас какая челка? Шутка года. Так, ну что, друзья мои, на этом все. Напоминаю, основным событием этого дня сегодняшнего будет фомочки сегодня в 21.00. Протоколы. Будет повышена волатильность. Вот, и я думаю, может быть, какие-то тенденции появятся новые. Вот, надеюсь, надеюсь на рост наших железочек. Вот, серебришко, золотишко. Вот, ну и отработку кроссов. На этом у меня все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока.